Завершен регулярный чемпионат Единой Лиги. В воскресенье завершился двухкруговой турнир регулярного чемпионата Интернациональной Единой Лиги. Теперь уже известны все пары соперников по четвертьфиналу, который начнется в первых числах мая. Точный календарь станет известен чуть позднее. Сербский легионер Химак Стефан Маркович в матче против Пармы совершил 11 результативных передач. В стартовом раунде плей-офф встретится 1. ЦСКА, 8. БК Нижний Новгород, 4. Локомотив Кубань, Краснодар, 5. Зенит, Санкт-Петербург, 2. Уникс, Казань, 7. Калев, Таллин, Эстония, 3. Химки, Московская область, 6. Астана, Нур-Султан, Казахстан. Перед названиями команд указано место участника турнира с выбыванием в регулярке. Серии пройдут до трех побед по классической для России схеме 2-2-1. Наиболее интересным представляется соперничество между соседями по таблице Краснодарский Лока, уволивший за сезон в поисках лучшей игры двух наставников, нацелен взять верх над прошлогодним бронзовым призером Зенитом, совершившим только одну замену рулевого. Теперь так. Американец Боб Данивальд против работающего в Питере испанца Жоана Плосе. В матчах последнего тура отметим самую крупную в этом сезоне победу Химек. Подмосковный клуб на своей площадке разгромил Парму из Пермского края с разницей в 34 очка 97.63. У победителя лучшим бомбардиром стал Алексей Швед, 21 очко, минимально отстает от него Джордано Микки, 20. Минус. Никита Курбанов. Финал четырех непредсказуем и своеобразен. Хозяева площадки основной удар по сопернику нанесли в середине игры. Суммарный счет 2-й и 3-й и 4-й и 49-й и 21. Конечно, я рад этой победе, хотя она нам практически ничего и не давала. Мы все равно оставались на третьей позиции в таблице, констатировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер Химек, олимпийский чемпион 1988 в составе сборной СССР литовец Римас Куртина и ТИС. Но мы играем и для зрителей, и для себя, и очень приятно, что этот один из немногих примеров в нынешнем сезоне, когда команда четко придерживалась заготовленного плана. Если говорить в цифрах, то наш план заключался в том, чтобы не дать сопернику выиграть подбор, не дать забить больше 60 очков. Примерно такие цифры и получились. Особенно хочу отметить наши действия в обороне. Вот результаты остальных матчей заключительного тура. Зенит Айстана 103 к 95 в дополнительной пятиминутке. Енисей, Красноярск, Автодор, Саратов, 88.84, БК Нижний Новгород, Смоки, Минск, Белоруссия, 77.70, Зеленогура, Польша, Уникс 73.82, ВФ, Рига, Латвия, Локомотив, Кубань, Краснодар, 75.71. В этом туре не принимали участия действующий чемпион. Снова первый номер посева плей-офф ЦСКА и эстонский Калев. Среди команд, не попавших в лучшую восьмерку и уже завершивших сезон в единой лиге, места с 9 по 14 распределились в следующем порядке. Енисей, ВФ, Автодор, дебютант соревнований Зеленогура, Парма и ЦМОК и Минск. Минус. Команда УГМК стала чемпионом России по баскетболу 11 раз подряд. Невероятная поддержка помогла басконии долгое время лидировать, и по ходу третьей четверти их преимущество достигло критической отметки в 12 очков. Но армейцы смогли наладить железобетонную защиту. В заключительной четверти баскония почти 8 минут не могла поразить кольцо. И в итоге проиграла. Завершив сезон Евролиги под аплодисменты зала болельщики оценили волю к победе со стороны команды. Главным снайпером вновь стал Нандо Диакола. Набравший на этот раз 27 очков. За два матча получилось 55. Евролига признать француза самым ценным игроком этой части раунда плей-офф. В первый день финала 4-17 мая ЦСКА ждет встреча с действующим обладателем трофея Мадридским Реалом. Во втором полуфинале истамбульский Фенербахче сразится с победителем пары ФС, Турция, Барселона, Испания. Подготовил Илья Зубко, Витория Москва. Спорт-баскетбол.